Мы вас видим. Здравствуйте. Ну, здравствуйте. А я что-то вас не вижу тут. Ладно, да. Ладно. Нас тут много. Ну и хорошо. Только я вас не вижу почему-то. Посмотрите, у вас что-то с глазком, наверное, неладно. С глазком. Не закрыто оно? Я про фан ничего не смогу сделать. Ну, ладно. Сына нету? Посмотрите. Куда нажать? Я боюсь испортить что-нибудь. Да, слева, которые две, то нажать не надо. А вот видеокамера закрыта, можно на неё нажать? Вот, включить видео. Вот так. Вот теперь я вижу вас. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ещё как-то точнее. Вас не видно. Ну, посмотрите. Подождите, глядите хорошо. Ну, видно, нет? Видно. Так, мы вас видим хорошо. Ну, я вас вижу тоже. Да, у вас. У нас тут много людей. Ну, хорошо. Я очень рад. Вот у нас Геннадий. Головы на плане, да? Геннадий. Вот Николай. Ага. Баба Люба и Татьяна. Татьяна, тебя там не видно, покажись. Вот она. Ага. У нас сегодня дождь. Всё испортил. Некоторые заболели, не смогли прийти. В прошлом воскресенье тоже мы не смогли собраться. Всех приглашала. Но кто заболел, кто не смог. С праздником. Спаси Христос. Так, Игнатий, я вам писала про одну сестру. У неё тут возникал вопрос. Я хотела бы от её имени, её здесь с нами нет, задать пока вопрос. Значит, она соблазнилась тем, что говорит, почему в Библии якобы кто-то ей сказал, что миряне постригаться могут, а священники нет. Длинные волосы носят. Она говорит, ну же священники носят у нас. Никто не может. Когда Писание равняет всех. Если мужчина растет волосы, это бесчестье для него. Бриться нельзя, это большое бесчестье. Ещё большее. Это хуже, чем изнасилование. Это Бог сотворил так. Так написано. Они были, слуги Давида, очень обесчещены. А когда дочку Дину снасильничали, написано обесчещено. А тут очень. Поэтому бритву надо сразу уничтожить. Это от лукавого. Человек пытается сделать со творцом того, чего не творил. Бог так сделал. Женщине прилично быть без бороды. А мужчина с бородой, это власть его над женщиной. Они мужики-то подкаблучники, и поэтому бреются. Две мамы в доме, а отца нету. Она говорит, что якобы из Библии, ей кто-то дословно показал место. Я так подумал, что она имеет в виду обет назарейства. Это было в Ветхом Завете. А его нету, никакого назарейства нету сейчас. Зачем брать то? Тогда будет и ягнёнка приносить в жертву вместо Христа. Назарей принимали на короткое время. Какое-то. Существовала норма пять лет. И за это время не прикасаться к мёртвому, не есть винограда, ничего не пить. Христос не был назареем. Это его рисуют зелеными волосами. Спасибо, Христос. Слава Христу. Так и написано, Писание. А то, что там вам кто-то говорил, он просто не знает. Ему пояснить надо, чтобы он узнал. Женщина, когда волосы растит, честь. Она не должна ни чёлку постригать, ни сзади, нигде. Волосы даны ей вместо чести, красоты. А платок – знак того, что она повинуется мужчине. Мужу. Знак власти над нею. Игнатий Тихонович, мы сейчас по очереди, кто, у кого будут вопросы. Вот я ещё хотела сказать насчёт женских дней. У нас всегда, что главная, тут баба Люба, ей скоро 88 лет будет. Когда женские дни? Умеет ли право женщина ходить в храм? Когда? Когда? Ну, когда женские дни. Понятно. Ходить может, но не прикасаться к святыне. И дома. В руки Библию не брать. Там нигде к иконам не прикасаться. А ходить можно. Встань где-нибудь в уголочке-то и молись. Это каноны такие, а так разрешают. Она не может причащаться. Если у ней в это время крещение принимать, и случилось такое, крещение отложить до следующего раза. Прямо канон говорит. Игнатий, вот такой вот вопрос. Мира. Мира. Что такое мира? Ну, мира это специально означает, раньше было возложение рук епископа, а теперь везде люди стали обращаться, и епископов не хватает. Поэтому церковь порешила. Собирается отдельно, патриарх там варит определенные составы, и это мира рассылает священникам, епископам. А епископ дает священникам. И это, как вот, печать дара Духа Святого ставится, один раз в жизни пользуется. Это не илей, которым на каждом богослужении помазует священник. Мира это печать дара Духа Святого. А вот иногда вот по каналу, 12 каналу, там показывают, как говорят, икона мира точек. Как это понятно? Никак не надо понимать. А зачем понимать? Вам, если надо понимать, я сейчас прочитаю, что об этом говорит московская патриархия. Сейчас, коротко. Я сейчас же найду вам это место. Вот так, минутку. Тут что-то, всё это скинуло, даже не вижу ответ. Быстро, сейчас, это быстро найдём. Оно у меня скроет. Так, внимательно слушайте. Сею. Так, вы себе возьмите ручку, запишите. Газета «Комсомольская правда». За 19 марта... 19 марта 2003 года. Страница 18 и 19. Отвечает архимандрит экономцев. Заголовок начинается так. Крупный заголовок. Почему мира точат иконы? Бог или дьявол подаёт знаки? Вопросительный знак. Запишите заголовок. Почему мира точат иконы? Бог или дьявол подаёт знаки? Дальше пишет, что создана была комиссия в 1999 году по описанию чудесных знамений, происходящих в Православной Церкви. В составе комиссии входят священники, профессиональные физики, химики, биологи и историки. Собпредседатели комиссии 2. Архимандрит Иоанн Экономцев. Запишите. Архимандрит Иоанн Экономцев, ректор Российского Православного Университета. Вот кто он такой. И Павел Флоренский. Это не тот Павел Флоренский, который пострадал. Павел Флоренский, профессор геологии в Московской геолого-разведочной академии. И вот как они отвечают на вопросы корреспондента. Кавычки открыты. Кавычки это означает дословно. Ну и пока прослушайте, а потом восстановите. Не сочтите за грубость, но наш народ стал слишком тупым. И Бог как бы подаёт знаки, чтобы мы задумались о своей душе и вернулись к вере. Хотя возможно другое объяснение. Это дальше отвечает. Из истории церкви мы знаем. Теперь пишите, что. Из истории церкви мы знаем. Записали? Что мироточение может быть Мироточение может быть не только божественным знаком, но и проделками демонов. Мироточение может быть не только божественным знаком, но и проделками демонов. Возможно, в потустороннем мире кто-то просто издевается над нашими священниками. А мы ломаем голову над тем, что это происходит Кавычки закрыты Нигде, ни в священном писании Ни у святых отцов, ни в монастырях первого века Нигде мироточения никогда не было А сейчас только в одном городе Иваново Там уже за двадцать, наверное, тысяч Еще не приблизились, уже бумажные иконки Лежат в портфеле, уже мироточат А кому это надо? Вера от слышания А слышания от слова Божия Это написано в послании к римлянам Десятая глава, семнадцатый стих Десять, семнадцать Вот откуда вера А дальше первое коринфянам мы считаем Апостол Павел говорит Иудеи требуют чудес Вот так запишите Иудеи требуют чудес Ну что значит требуют? И очень охотой, чтобы были знамения Двадцать второй стих Первая глава, двадцать второй стих Иудеи требуют чудес А елены ищут мудрости А мы Мы Проповедуем Христа Распятого Для иудеев соблазн, а для еленов безумие Для самих же призванных Иудеев и еленов Христа Божию силу и Божию премудрость Потому что не мудрое Божие Премудрее человеков И немощное Божие сильнее человеков Все То есть Нам кроме проповеди ничего не надо Иоанн Златоуст говорит Я чудес не прошу Вот в моей жизни не было ни одного такого чуда Чтобы я увидел Или запах был Или там Что-то такое случилось Услышал Я ничего не слышал Я просто молюсь И Бог отвечает Как положено Я вот о вас только думаю Думаю Давно этой голубки Екатерины нет А вот она и прилетела Вы знаете, Тихоныч Вот сейчас в Геннадии Сюда немножко покажите Видно? Видно, видно, видно Вот я вижу двух мужчин Лучший подарок Ага Евангелия Туана Я вам сказала Это от фиктантов Он со мной в користь взялся Но вот здесь вот Это вот по темной точке Обсуждать видность Свидетелями Егова А ну-ка, подождите Это от свидетелей Егова Называются Тут надо быть осторожным Потому что они Православный перевод Синодально отвергли А вы откройте третью главу Почитайте вслух Я на слух возьму Нет, нет, нет Игнать Тихонович Здесь простая книга Где написано Неан рассказывает об Иисусе Здесь Не наш Автор Конечно, не наш Перевод английского Александра Сумеркина Я считаю Вообще Читать не нужно Я не знаю Не знаю Там написано Свидетель Егова Нет Это у него просто Вот такие А так я не могу сказать Ну где-нибудь Откройте что-то А сколько страниц Книжки Это не Евангелие Здесь просто написано Иоанн рассказывает Об Иисусе Ну хорошо, я понял это Прямое изложение Здесь нету Прямого изложения Здесь просто выдержки Своим языком Поясняет Но Не знаю В одно место Мы приехали Благовествовать И в это время Бабушки говорят Тут приезжали Какие-то люди И они раздавали Вот такие Буклеты Как брошюрки Но священник Близко знакомый С председателем Сельсовета И они сказали Людям Принесите Все это Еретики Писали Они Бабки-то сдали А потом Одна подошла И говорит А я не сдала А батюшка Говорит Да при счастье Не допущу Кто не сдал Я говорю А теперь Принесите мне И та бабушка Принесла Я посмотрел Это и сдали Совет Церкви Евангельских Христиан Баптистов А они понимают Абсолютно Правильно А Троица Я стал читать Там очень хорошо Простым языком Написано Когда стали читать Тогда остальные Это бабушки Им заходят Ой-ой-ой А я сожгла Я говорю Что ж ты сожгла Не знаю из чего Не надо думать То что Там ничего нет Надо прочитать Так как это Огульно сказать Если они написали Какие-то буквы Создали Или издали Три буквы Совет С Совет Церквей Вот Е Х Б Евангельских Христиан Баптистов Если написано О чем написано А христиане Пишут только правильно Ни одной ошибки Нету Они близкие Они вышли От православных Они это учение Вынесли от нас А вот уже от них Адвентисты Седьмого дня Там уже больше Заблуждения От них уже Свидетели Игова Там вообще Ересь одна Баптисты Самые близкие К нам Поэтому Когда им Проповедуешь Они принимают Истину Делаются Православными Батюшками Это хорошие люди У них Не пьют Не курят Семьи Большие Очень большие По 18 Ребятишек Вот так Работники Хорошие Я их Очень хорошо Знаю К нам По терябку Приезжали Но они Не церковь Не церковь У них Нет Таинства Нет Епископата И мы Должны Им это Сказать Что они Сектанты Еретики А вот Это Они Признают Правильно Мы Должны Все Это Показать Они Просто Так Махнуть Рукой Нельзя Атак Ну Как Остарце И Там Он Когда Увидел Слово Егова Все Он Говорит Ты Попал В Сектант Мы С ним Разговаривали Он Говорит Ты Светитель Николай Почитаешь Я Говорит Я Почитаю Я Говорит Давай Я Библию Я Несас Евангелие Привожу Он Ну Попаница Он Нет Глаза Махнуть Он Не Читал Я Говорит Ты Послед Соблюдаешь Среда Пятницы Причищается Он Говорит Ну Пасы Не Соблюдаю Причищаться Давно Не Причищался Мы Собираемся Я Говорит В общем Разговаривали Ни к чему В итоге Не Пришли Он Говорит Я Когда Пришел Мое Сердце Как-то Разволновалось Когда Я Стала Говорит И Слово Егова Он Не Знает Я Говорит Это Библия Это Сектант Потом Вескресенье Я Пошла В Краму Он Причищался Здесь И Я Видела Он Вышел И мы С ним Стали Разговаривать И что Интересно Косподень Был Этот Александр Думал Это Ролик Про вас Вышел Когда Надежда Вашин Ну Ну И Что Я Ему Дала Вот Эта Бибетка А Он Попал Именно Не На Баш Сайт А Через Сот Я Смотрел Не Туда Но Он Схитрел Я Потом Поняла Что Он Попал Я Говорю Зачем Ты Убли 80 Убираешь Да Почти Вошел На 5 Ну Мы Распали А Потом На Убираем Стали Разговаривать А Он Знаете Мне Такое Стояние Интересное Он Вроде Был Причищался Но Он Пало Раздражение Я Говорю Ты Зачем Развращаешься Причищался Он Говорит Да Вот Я Такой Нет У меня Смирения Я Говорю Я Уже Про Евангелие Про Глава Моя Светлана Про Библию Про Посты А Он Затры Состояние Не Может Он Как Состояние Встал Он Вопросы Мне Задает Глупые Ты Вот Мне Ответь На Опрос Потом Я Туда Соб Буду Я Говорю Зачем Я Буду На Глупые Шан Стал Походить Думаю Я Говорю Тебя Молить Он Говорит А Нет Ты Навер Не Надо Молиться Вроде И Маша Да Он Очень Интересно Так Сказал Ты Хороший Психолог Вот Ты Многих Теперь Не Везешь Все Кто Весь Попала Многих Соб Да Вот Давайте Мы Посмотрим Библию Не Будем Чужое Говорится Разбирать Они Разберутся На суде Божьем Вот Мы Считаем Книга Бытие 22.14 Запишите Эта Библия Продается В любом Храме По благословению Патриарха Кирилла Если Мужчина Этот Любит Бога Он Сразу Примет Написано Синодальный Перевод 22.14 И Нарек Авраам Место Тому Иегово Ире Посему И ныне Говорится На горе Иегово Усмотрится Это Православное Православный Перевод 2. Исход 3.14 Книга Исход 2. Моисеева Бог Сказал Моисею Я Ясен Сущий И Сказал Так Скажи Сынам Израилю Сущий Иегово Послал Меня К вам Заметьте 2 цифру 2 поставьте Это Второй Раз Третий Раз Исход 15.3 И Исход 15.3 Господь Муж Брани Иегово Имя Ему Четвертое Исход 17.15 И Устроил Моисей Жертвенник И Нарек Ему Имя Иегово Неси Пятый Исход 33.19 Исход 33.19 И Сказал Господь Я Проведу Перед Тобою Всю Славу Мою И Провозглашу Имя Иегово Перед Тобою И Кого Помиловать Помилую Кого Пожалеть Пожалею Шестое место Исход 34.5 34.5 И Сошел Господь В облаке И Остановился Там Близ Него И Провозгласил Имя Иеговы Моисей Говорит А как Тебе Имя Господь Говорит Иегова Меня Звать Бог Сказал Это Это Не Иеговисты Открыли Седьмое Место Судей 6.24 Книга Судей 6.24 И Устроил Там Гедеон Жертвенник Господу И Назвал Его Иегова Шалом Он Еще До Сего Дня В Офре Авезеровой Авезеровой Восьмое Осия 12.5 А Господь Есть Бог Саваов Сущий Иегова Имя Его Иегова Имя Его У Бога В Библии Более Около 500 Имен Разных Но Он Открылся Себя С Именем Иеговы Вот А у Православных 2000 лет Нигде Это Имя Не Упоминается Но По-еврейски Оно Звучит Яхве Ягве Вот Это Означает Адонай Или По-нашему Господь Это Имя В оригинале Слово Иегова В иересском Языке Встречается Более 7000 Раз В Библии Запишитесь Более 7000 Раз Иегова Иегова На каждом Шагу В моих Книгах В 33 Томах В моих Книгах Слово Иеговы Встречается 2944 Раза 2944 И только В моих Стихах А их 3467 Имя Иегова Встречается 936 Раз Ну вот И все Да Да Конечно Дело в том Что у нас В этой книге Ты не увидишь Нем Согнем В основном Видли красные А какая Какая разница Это перевод один Его никто перевод Православие Никогда не переделать Он один Как Иезон был Так по сегодняшний день Патриарх Пимен Алексей Первый Алексей Второй Кирилл Сейчас Все издают Только его А другой Это еретически Это лучший В мире За всю историю Перевод Самый лучший 4 духовные Академии Переводили И там были Переводчики Двое канонизированные Филарет Дроздов Митрополит И архимандрит Макарий Глухарев Он на Алтае Проповедовал Алтайцам 475 Человек Крестил Вы запишите Я скажу вам сейчас Псалтырь В книге Псалтыре Слово Имя Имя Не просто А имя Встречается 103 раза Воззову к тебе Господи Божий Наш Как велищественно Имя Твое Это 8.2 Псалом По всей земле Имя Слава Твоя Простирается Превыше небес Псалом 21.23 Буду Возвещать Имя Твое Братьям Моим Посреди собрания Восхвалять Имя Возвещать Восхвалять А нигде Имени нет Имя Его Иегова 103 раза Скрыли Только Псалтыре Имя Божье Вот так Я хотела сказать У нас Говорит Псалтырь Лежит В храме Власти Продают Богородицу Вот Я однажды Как-то Стою Повернулась Ну Возвращать Наверное Так Городицу Взял И Прям Меня Так Возвучело Что Она Лежит Я Подвинула Но Убрать Я Не Могу А Тут Ее Две Бабус Еще Моих Знакомых Она Говорит А Читать Нельзя У нас Солтырь Давида Она Говорит Я Читаю Но После Вот Она Тяжело Болела Я Говорю Ну Выбор Всегда Есть Ну Продают На Близне Вот Даже Баба Люба Читала А Что Там Солтырь Богородицу А Это Ересь Ересь Я Нигде Не Принято Ни Одним Священникам Ему Став Нигде Это Ересь Это Люди Безумствуют Господь Говорит Славы Моей Никому Не Дам А Они Переделали Псалтырь Давида А Господь Говорит Не Прибавляйте Словам Моими Чтобы Я Не Обречил И Не Оказались Лжецами Притча Соломона 30 Глава 5 Шестой Стих Запиши Притча Соломона 5 Шестой Стих Вот Слово Имя 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 Я вам Сказал 103 Раза А Само Имя Егова В Одной Псалтыре В Оригинале 702 Раза Запишите Псалтыре Оно 702 Раза В Оригинале Егова Егова Вот Где Говорится Господь В Оригинале Стоит Егова Это Так Заменили На Имя Господь Вот Когда Мы Говорим Господи Иисусе Христе То В Оригинале Звучит Так Егова Иисусе Христе По Еврейски Ешуа Говорят А почему У нас Иисус Потому Что Мы Получили От Греков Нет Буквы Ш В Алфавете Даже Нет Вообще Нет Они Не Могут Сказать По Нашему Допустим Шушаника Святая Они Говорят Сусанна Так Что Не Свидетели Тут Иегова Вот Вот Еще Хотел Я Спросить Вот Такой Вопрос Всегда Ныне И Всегда И Во Веки Веков Присно Дева Мария То Всегда Дева Мария До Рождения До Зачатия После Зачатия После Рождения Она Присно Всегда Присно Дева Мария Игнар Прочитай Новый Стих Пока Не Подумает Вопрос Может Давай Хорошо Давайте Сначала Строила Свой дом Я на песке Но ветра Дули И его Сносило Вдруг Просто Делать На камне Строить Нет И Вижу В нем Большая Сила А камень Сам Иисус Христов Он Слово Вечное Живое Грехи Мой Сыну Божие На себе Понес Написано Читая Евангелие Святого В нем Мудрость Наставление Урок Пороков Обличения И слава И слава Богу Читая Брат Книгу Эту Будет Прок И станешь Тогда Лучше Понемногу А ты Ее Внимательно Исследуй По толкованию Святых Отцов И всему Меру С радостью Поведай И пусть Идет Благая Весть От всех Концов Исок Христов Гребет И будет Суть От Человек От мира От реки Не Спрячься От Бога Приведут Пока Не поздно С ним Я К мужчинам Вопрос Задам Как они Только по простому Искренно Так Зачем Бреетесь Хотите Что Молодыми Выглядеть Наследие Советского Имена Понимаете Вот Нам Православным Легко Разговаривать Потому что У нас Такое Наследие Это Перед этим Посмотрите И Христа Разве Он Бреется А написано В Писании Следуйте За Мною Что Мы Должны Его Слушать Дальше Пророки Хоть Один Были Без Бороды Ни Одного Это Карра Была Большая А Апостолы Ну Посмотрите На Иконы Пройдите Все До Одного С Бородами А Кто Без Бородые Да Всякие Которые Сейчас Называют Геем И Гомосексуалисты Мужик Нам по православному Легко По иконам Пойди Посмотри Я вот Сейчас А Бородей Если вам Скину Вот Материал Тут же Екатерина Вам может Показать Когда Закончим Говорить У меня Вот такой Вопрос Да Существовала Атлантида Или До нас Суализации До нас Люди Жили Суализации Мы так Говорят Там Пять Суализации Были До нас Какие люди Жили Где На земле До кого До Адама И Евы Не было Никого Были Одни Звери А потом Бог Сотворил Человека В шестой День До Адама И Евы Ни одного Человека Не было Нигде Адам И Ева Первые Прародители Называются Прародители Почему О них Павел Говорит Что В Адаме Все Умирают В Адаме Адам Согрешил Потому что Божье И человеческое Оно Несеизмеримо Никак Ну мы Понимаем Вот Поднять Человек Поднимает 300 килограмм Над головой Это уже Чемпион Чемпионов Он Позвоночник Раздавит А для Бога Вся Вселенная Миллиарды Галактик Для этого Как пылинка Одна Она Ничего Не Значит Он Всемогущий Всесильный Всемудрый Все это Относится К Нему И Никто Не Благ Только Бог А вот Человек Добрый Добрый Такой Если Доброта В тебе Есть Она От Бога Он Ее Дал А Если Не Дал Человек Зверь Убивает Смотрите Что В Керчи Было Постреляли Ребятишек И Все А Если Бога Верили Он Даже Не Взглянул Он Б Знал Как Это Ни Один Ни Два Таких Случаев Много Было Уже Стреляли В школах Везде Да Вы Бо А Кирилла Были Он Сильно Болеет Батюшка Сегодня Был У нас Было Собрание Отец Аким Вернулся Он Месяц В путешествии Был Да Конечно Я Бы Когда Не Приехал В Москву Он Сразу На Меня Надевает Одежду Стихарь И Говорил Что Проповедь Я Всегда У него Проповеде В храме Говорю Стихарь Сегодня Стихарь У меня Стихарь Увольнение Заходил К Я Посылала Стихарь 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 Чтобы Напоминать Крестик Нисколько Не спасает Нисколько Но он у меня Всегда со мной Потому что Я христианин Православный Ну я-то Покрестила А он Вот Не знаю Еще нету 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 Я еще была Мне было Еще лет Наверное 14 Я помню У меня Бабушка Вроде Одевала Крест А ему Сколько лет Было Когда умер Брату Да 90 90 Да За 90 Лет Он мог О своей Душе Подумать Не могу Сказать Потому что Я жила Махачкала А он Жил Ну а как Он ходил В храм Причищался Нет Ну и все Успокойтесь Ничего не поможет Верующий В Сына Божий Имеет жизнь Вечную А неверующий Не увидит Жизни Но гнев Божий Пребывает На нем Евангелие Тиана 3 глава 36 стих И 24 5 главы Так что Это Мы сами Себя Обманываем Неверующий Богу Представляет Его Лживым Что Бог Солгал У него Никакой Надежды Нету Нам Зачем Вы Время Не тратьте Заботьтесь О живых Умер Богач И похоронили Его А там Пропасть Не перейти Ничего Церковь Морится Господи Помяни Раба Твоего А какой Раба Когда он В виноградник Не пришел Ни разу Виноградник Это трудиться Над душами Проповедовать До Иисуса Христа Он на 6 месяцев Старше Его На полгода Ну понятно То есть Как был вместе Как саратник Они родственники Родственники Они Или Совета И Мария Родственницы Но тогда уже В плену Колено Перемешались То колено Было Левина Потому что Там Захария Сын то его Это Ну по нашему Иоанн Креститель А если сейчас Сказать А я знаю Иоанн Захарович А кто такой Так это Иоанн Креститель И есть Отец Захарий А где Об этом Можно прочитать Евангелие От Луки Первая глава А Первая глава Да Вот Евангелие От Луки Прочитайте И там Все подробно Написано Как они Встретились Еще до рождения И Она к Марии Сама пришла Когда младенец Зыкоров Зыграл у ней И вот такой Вот еще вопрос Вот У меня вот 30 октября Был год Как похоронили Брата Но Не здесь Не в нашей Местности Но Поподальше Но Почему-то Годовщины Справляли Раньше Почему раньше Да что справлять Один вопрос Только Был ли он Истинным Христианином Жил ли в Духе Святом Имел ли Духовное Рождение Если этого нет Ничего не поможет Господь сказал Говорит Кто не родится С высшими Не может увидеть Царствие Божие Его даже на мытарство Не пускают Не может увидеть Царствие Божие Вы не о том Говорите Вопросы там все Не по душе Какая разница Чего справлять Зачем справлять Он умер И все Вы заботитесь Помин Помин я имею в виду Помин Ну а зачем Вам это Делайте Когда разница Мертвым все равно А как помин Обязательно Выпивка И чтобы покушать Хорошо Поесть Мы поминаем Свой желудок А не его Ну говорила Говорят Сегодня колесное Христианство Сначала в детской Коляске Привезли Надо похрестить Потом на особом Кадиллаке Свадебное А потом Похоронные Други Три раза И в храме Был Вот у нас Сегодня Праздник Присещал Человек 50 Народа Много Храм большой Апостата Нету А большие Стоят Допустим Почти Я сегодня Говорил Об этом Празднике Никакого Праздника Это нету Это обман Это не праздник Это явление Божьей Матери Праздника Никакого Нет Ни в календаре Нигде Это люди Придумали Тем более Икону Эту украли Ее бесследно Не могут найти Ее вообще Нигде Нету Ее нету А украли Еще при царе Батюшке Ну все От народа То скрывают Ты маленько Зайди в Википедию Ты все Это увидишь Казанская Божья Матерь А что на небе Она казанская Нет Если он креститель То нигде не написано Что он принадлежит Иерусалиму Или Назарету А здесь именно Казанская Владимирская Иверская Больше Чем дней в году Этих икон Помещают Это не праздник Какой это праздник Икона Праздник Что за праздник Для первых христиан Был только один праздник Богоявление Почему Начало проповеди Все заключается Проповеди Люди Обращаются От этого А сейчас проповеди нет И обращения нет Как Андрей Кураев говорит Церковь была Часто гонимая Ненавидели ее Но что презираемая Такого не было Как сейчас Сейчас не хотят Люди не жертвовать На храмы Ничего Они увидели Попы на таких машинах Раскатывают Когда прихожане Живут в бедности Люди отвернулись От церкви Отшибли ее Это не в 90-х годах Тут еще не секрет Ни для кого Принято Хожу когда В больнице Например Счастья болящих Некоторые хорошо Прям принимают Но вот наши праздники Девангелия раздают Говорят что Благословение Ну не все доверяют Все равно За сектанты принимают Соблажнете Поляргий не так Вот опять вспомнил Алексея Его вот Соблажнете Ну почему ты Два плотка ходил Почему ты не как Все одеваешься Я говорю А что хорошего-то Без плотка ходил Об этом говорит Апостол Павел К Тимофею Что старец Одевались Прилично Святым Это сразу видно Что человек От мира Отделенный Я вот Начальник детского Лагеря был 45 лет Девочки Разные бывают И приезжают Иногда верующие И она считает Библию Бывает Из протестантов Какие-то Мальчики Все равно Как-то льнут Ребятишкам Девочки У нас-то нельзя Но все равно Видно А когда одета Она как Они никогда Через плечо Заглянят Библию считают И опять побежал Вот наши сестры Когда идут Как ваша Екатерина Одета Из храма А тут работают Разные Мусульмане Туркмены Узбеки Так они друг друга В бок толкают Наши сестры Идут Наши сестры Идут Им говорят Это православные Нет Это наши Мусульманки Идут Они благочестиво Одеты Она вся Светится И вот интересно Когда Мусульман Где-то много В городах бывает Идут такие люди Как одетые наши Никогда Пальцем не тронут А когда Это молодежь у них Теперь она мало Такая верующая Тоже А такая Если идет Которая сама Уже вся Измызганная Это ее и пинает И бьют И обзывают На вторую букву Алфавита У меня вот такой вопрос Вчера была Родительская суббота Я подаю Чтобы помянуть родителей Она Помянуть не будет Я болящая И к тому же Я еще благословение Не брала А разве Не нужно брать благословение Чтобы помянуть Ничего не надо Мы каждый день Помянаем Что это за благословение Когда это Павильона Богом У нас Нина Тут одна Жолнирова Тут не захватили ее Но она поехала В село Где родилась А там священник Против ее Ее в храм не запускают За то что с нами Знается И она на улице Стоит Зимой Всю службу А тут морозы Это 30 градусов Вот в следующее воскресенье У нас 30 градусов Мороза обещают уже Так у нее валенки Протаивает до земли Ее в храм не пускают И она стоит И молится А поп совершенно Не образованный Злобится А она ничего не сделала Там даже не говорила Никогда Она мужа вот только похоронила Недели две назад Ну вот они там такие Ну они избрали Такую часть Говорят По Посеву то будет урожай Что посеет То и пожнет Нам на это глядеть не надо И вы идите вперед Вот почему Первые христиане У них Рождество с крещением Было связано вместе Ни одного Ни преображения Ну Пасха само собой Ни благовещения Ничего не было Первый век Второй век Триста лет прошло Праздников нету Одно только Благовещение Это Крещение Идите по всему миру И проповедуйте Евангелие Церковь росла А сейчас уменьшается Они убили ее Этим безмолвием Священники вообще Не хотят проповедовать Почти все Единицы Которые проповедуют Как должно А если говорят У них слова Настолько холодные Видно что неверующие Никого не тронет Мы сегодня об этом говорили Они страшно завидуют И злобятся Когда видят что Обращаются люди Им показывают Священник Вот посмотри допустим Бог так сделал Через мою проповедь Многие пришли А по папам Это разницы нет Он злобится И других натравливает Он избран на это Есть у Бога сосуды А есть у дьявола сосуды И он их наполняет Этой мерзостью И вот он сунулся Никуда-то Не на сад пришел А нашел Который враг говорит Да разве так делают Ты только бы глянул Руки Скорее пошел помыл Такого поганца встретил Он который этот Александр Он жене изменял Верующим будущее Такие пакости Ушел в ересь И он сразу на него Птицы Слетаются К подобным тебе Голубь голубям Грач грачам Падальщик Коршун Он найдет Такого же стервятника Вот и все Все это Все понятно Господь говорит Какую неправду Нашли в моих словах Восьмой том Евангелия от Иоанна Какую Я что Отца моего Говорит А вы бесчестите меня Говорит Смирения не имеете Тебя то Что это касается Ты еретик Все потерял Ходил Причищался Пошел к баптистам И там из-за баб Начал хвататься Оттуда выгнали Это развратник Из развратников Его слушают Ну ты помолись Что тебе Бог Глаза открыл Не я говорил Так мы Не знали как Он в деревне у нас был Тогда крестный ход Вокруг Сделали Там огород Захватили Его вымел Господь сразу оттуда Как Ерехон Когда обходили Трубами Так и здесь И его Бог Изгнал оттуда Это поганец Такие люди Они ничего святого Не имеют Да ладно Не надо поминать Это Мы просто молиться должны Мы молимся Об этих людях Несчастных Они потерпели Катастрофу Кораблекрушение И поэтому Они несчастные Из несчастных И мне кажется Уже похулили Духа Святого Они хулят Святых Отцов Таинства Церкви Он все хулит Еще Ты же Если ты верующий Причащаешься Тебе Бог Разве Может допустить Такое Ты посчитай Первое послание Иоанна Он говорит Рожденный от Бога Не грешит А дальше Не может грешить Он сразу поймет Это волк Дикий волк И он к нему Соединяется Значит он такой же Ты отойди от него Чтобы тебе не попасть На его зубы Много Да Много званых Но мало избранных Но тоже не надо Узнали Сказали Молитесь Больше не подходите Не говорите Наклони голову И проходи мимо Чтобы не оскверниться Написано Еретика После первого Второго Разумления Отвращайся Ибо они грешат Будущее Самоосужденный То есть он Сам себе Петлю сделал И повесил Сам себя Самоубийца Самоосужденный Павел говорит Я сейчас По-другому говорю Он в стране Много разговаривает Когда во время службы А почему Разговаривает Зачем Женщина Зачем 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 Разговаривает Затауз говорит Я не вижу Людей А вижу Стадо лошадей Топщите Ногами Куча Навоза Языком Своим Вываливайте Здесь В храме Вываливает Куча Навоза Вот и все А ты Отойди в сторонку Стой и молись Священник должен Порядок навести Почему он не наводит Порядок Он просто Свидетель У нас Вы видели Как молятся Муха Пролетит Слыхать Ни ребенок Не пискнет Ни взрослый Нигде Ни с места Не переступит Никто И они Злобятся Почему Это дисциплина Это работа С людьми Вот есть Такой фильм Вчера Мне показали Мы записали Посмотрели Триумф Называется Запиши его себе Триумф Это американский фильм Школа Одна Ученики Были безобразники И как учитель Их сделал другими Но он не говорит О Боге Вот что А вы видели Этот фильм Изменяющее время А запишите Изменяющее время Когда мы Хотим Чтобы люди Были хорошие Нравственные Но не связываем С Богом Что это от Бога Доброта Это пустое все Доброта во Христе Доброта В Иисусе Спасающем В его жертве В его крови Причистой И вот вы Найдите Изменяющее время И один раз Посмотрите А я вам рассылал Огнеупорный Видели? Ну запишите Огнеупорный Молодая семья И как они между собой Уже расходились А потом Но они с верой в Бога И как Господь Направил все Хорошо Что все? Готовьте еще вопросы И еще заходите Спасибо Слава Христу Вы мужики Бросьте бритвы свои Сегодня Отрубите их Оторвите провода И все Зачем? Это язычники Они не верят В загробную жизнь И стараются Молодость продлить Женщина красится Мишура разная А нам то это не надо Мы прославляем мудрость А мудрость Присходит с годами А года Это показывает Что борода седая У нас совсем другое Слава Христу Я им обрадобрить У вас же К истину православия Это есть? Да Книга К истину православия Обрадобрите Там найдите Прочитайте У вас книга К истину православия Это есть же? Да Ну все У нас сегодня занятия А вы знаете Что у нас по скайпу Занятия идут? Знаем Да Но у нас сейчас Время Десяти час А у вас Это Ну По московскому У нас В два часа дня В два Ну Четырнадцать часов У нас Время Три часа разница Ага А вы по московскому Я по москве говорю По москве Вот у нас Четыре часа разница А у вас Московский так и В два часа дня По вашему У нас начинается Занятие по скайпу Да Сейчас проходим Евангелие Кажется от Марка А потом начнем Противосектантский Как уметь Защитить Защитить веру православную Почему у нас Крещение детей Почему у нас Иконы То есть На все это Будет дан ответ Из святой библии У нас Сейчас секундочку На работе Одна женщина Недавно крестила В одном храме Я ее уже объяснила Чтобы полностью погружали Она говорит Когда до крещения Батюшка вроде обещал А когда она сказала Крещение То есть История назад Облевала И говорит Ну Воды мало Воды мало Воды мало А совести мало Скажи Совести Веры нету Крещение Только полное погружение Слово крещение Баптизанты Переводится с греческого языка Погружение Другого перевода нету На всех языках Вот немцы говорят Надо крестить Они скажут Все Это погружение Погружение в воду А зачем Крестили Близьи Нона Где было много воды А зачем много Это воды Черепушкой бы Наголу лили И все И Карил Иерусалимский Говорит Человек Как в могиле Скрывается Под водой Умирает Для греха А сегодня Нет этого И ничего И нету И живут Грешат Ну все С Богом Алилуйя До свидания До свидания